Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжается на Финам ФМ бизнес-канал. Теперь время сухого остатка в 18.04 в Москве. И мы обсуждаем традиционно в это время текущую ситуацию на финансовых площадках. Не забудем и российский рынок акций. Максим, как тебе это может быть и неприятно слышать? Шучу. Итак, сегодняшняя тема российский рынок акций. Осторожный рост. Так ли это? Обсудим уже через несколько минут. В студии сегодня Виктор Марков, старший аналитик управляющей компании «Капитал». Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер. И Максим Зайцев, старший аналитик институционной группы «Норд Капитал». Добрый вечер, Марк. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, напомню, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Также есть сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями, а то и торговыми решениями. Мы с удовольствием ими воспользуемся. Ну и традиционно на это время 18.05 в Москве, картина маслом. Что происходит на основных мировых финансовых рынках к этому мгновению? Сегодняшняя динамика, да, надо сказать, наверное, в целом разнонаправленная. Я начну с индикаторов отечественного рынка. И РТС, и ММВБ сегодня в отрицательной территории. И тот, и другой, кстати, на 18.05 теряют по 0,8%. РТС 1621, текущая котировка ММВ 1549. Ну, все-таки достаточно уверенно держатся они, значит, не теряют, да, достижений предшествующих дней. Значит, все остальное. Европа сегодня так разнонаправленно двигалась. В частности, вот, индикатор рынка Британии, FTSE 100, ну, практически у нуля держится, чуть выше его на 0,6%. Надо отметить, что вчера американцы все-таки, ну, коррекции, наверное, это сложно назвать. Но, тем не менее, перехая не было в очередной раз, да, не обновили максимумы. S&P снизился, вчера снизился, повторю, на 0,1% и также сделал Dow Jones. Тем не менее, все-таки достаточно высоко стоит и тот, и другой. Посмотрим, что будут они делать сегодня, хотя вряд ли что-то существенное они сегодня сделают, по известным причинам, о которых мы расскажем чуть позже. Итак, через полчаса откроются американские площадки, я это прокомментирую. Сырьевые рынки и Форекс на текущий момент также показывают, ну, преимущественно положительную динамику. Бренд стоит, стоит, держится выше 113 долларов за баррель. Золото после вчерашних достаточно серьезных колебаний сейчас вновь выше 1660, 1662 за унцию. И евро-доллар вновь пытается брать 1,35. Сегодня, по крайней мере, у него хорошее настроение. И 1,3443 в моменте я наблюдаю. Доллар-иена продолжает небольшую коррекцию, 9062 после штурма 91-й фигуры. Основной набор голубых фишек сегодня, во, во, 1807, все красненькие. То есть, буквально две минуты назад, я бы еще сказал, разнонаправленно движется. Не, уже все в красном, в красном голубые фишки. Среди лидеров падение в данной ситуации аэрофлот, почти 4%, он сегодня теряет НЛМК, почти 3%, Северсталь, 3,5%, ну и по проценту теряют Уралкалий, Сургутнефтегаз, Роснефть, вон оно что, АвтоВАЗ и ВТБ, банк ВТБ. Ну что ж, может быть это и к лучшему. Итак, друзья мои, вот такова картина маслом. Начинаем разговор о том, что происходит на финансовой площадке. Ну и, Виктор, давайте начнем с вас. Собственно, я бы хотел осветить сначала фундаментальную составляющую, а точнее макроэкономическую статистику, ожидаемую на этой неделе, потому что, как известно, много важных событий ждут, по крайней мере, из-за рубежа. Ну, вначале стоит сказать о том, что российский фондовый рынок существенно вырос с начала года. Можно даже сказать, многие не ожидали такого. Неприлично существенно вырос. Да, такого быстрого роста, учитывая то, что были традиционные праздники длинные в России, то вот этот рост, конечно, он предполагал коррекцию и не предполагал дальнейшего такого быстрого движения рынка. И то, что сегодня началось понижение, это вполне нормальное явление. Но вы видите, это уже как коррекцию некую? Или просто вот мы сегодня потопчемся, а завтра опять вдаль? Ну, не исключено, что это будет небольшая какая-то коррекция. А в дальнейшем все будет синхронизироваться с мировыми рынками, в том числе с американскими индексами. Вы уже сказали, что S&P пока не обновил максимум, еще ему идти-идти. Но если движение того же S&P вверх продолжится, то российские рынки потянутся за... Ну, он так красиво, он встал сейчас в 1500. Вот он кругленькую циферку увидел, 1500, и пока встал, обдумывает. Кстати, Виктор, у меня вопрос, вы привержен с технического анализа? Я привержен от комплексного подхода. Нет, я просто смотрю на график РТС, на дневной график. Вот он открылся с ГЭПом, как известно, да, в начале этого года. И этот ГЭП мы будем, ну, ожидаемо закрывать. Нижняя его граница в районе 1540, а сейчас 1620, слава богу. Вот это была бы коррекция, да? Если бы оттуда бы, туда бы. Закрыли ГЭП, а потом в рост опять. Ну, вообще-то, все технические аналитики говорят о том, что ГЭПы закрываются. Это такое известное правило. Нет, там интересно мне всегда, ГЭПы закрываются, 100% закрываются. Когда только это случится, никто не знает. Но рано или поздно мы, конечно. Ну, учитывая то, что были выходные длинные, вот, собственно, за это образовался ГЭП. Поэтому, да, вы правильно говорите, когда он закроется. Но если посмотреть историю индекса того же РТС, то мы увидим, что все ГЭПы закрылись. Взять всю и раннюю историю, в конце концов, они все закрываются. Отлично. Значит, тогда давайте вернемся к обсуждаемой теме. Еще раз я напомню, эта неделя, если говорить о мировых финансовых рынках, ну, американском прежде всего, да, значит, сулит интересные события. В частности, сегодня начинается заседание, двухдневное заседание Федрезерва. Завтра выступает господин Бернанке, а в пятницу рынок труда традиционно, первая пятница нового месяца, это North Farm Payrolls. Максим, что ты ждешь от этой статистики, насколько позитивна она будет, тем более, если мы все-таки отслеживаем, да? Если отчетность сейчас, да, американских компаний, ну, входящих в S&P прежде всего, то это все достаточно позитивненько так выглядит. Как ты считаешь? Ну, если посмотреть на отчетность, то, да, в принципе, она была очень позитивная. Где-то 80% компаний отчитывалось лучше ожиданий. Это, безусловно, способствовало росту рынка. И, в принципе, этот же фактор может способствовать и коррекции, потому что сейчас компания, крупнейшие компании заканчивают отчитываться. Соответственно, каких-то драйверов, новых импульсов для роста не будет. И вполне ожидаемо, что участники рынка захотят зафиксировать полученную прибыль. Потому что маловероятно, что мы увидим такой же рост по 5% в месяц, если говорить об S&P в течение года. Кстати, говоря об отчетности, тут такое знаковое событие было. То, что на прошлой неделе компания ExxonMobil превысила по капитализации Apple. То есть циклическая компания нефтяная. Да-да-да, ты говоришь, Apple уже не самая дорогая в мире компания. Крупнейшая нефтяная компания, в принципе, это, наверное, в какой-то степени неплохо и для российского рынка. Потому что у нас же циклические в основном сектора. Да-да, совершенно верно. Правда, кстати говоря, Apple уже вновь больше по капитализации. Они вот сейчас вот наперегоньки. Да, да, это забавно. Так что какой-то посыл есть в пользу того, что и российский рынок будет расти. Если посмотреть на голубевые фишки, то они уже некоторые близки к тому, чтобы обновить максимум исторический. Причем это Сбербанк, потом Роснефть. Но Роснефть еще подальше там. Но, в принципе, в течение года это не исключено. Но, с другой стороны, как бы не сказать, что если посмотреть, какая была ситуация с экономикой до 2008 года и сейчас, то как-то поводов получается, что особо и нет. Обновлять исторический максимум. То есть радоваться особо нечему. Как-то у нас по инерции мы все радуемся. Поэтому я бы скорее назвал ту тему программы «Неосторожный рост», а вот «Неосторожный» вместе. Как-то вы «Неосторожный» выросли. «Неосторожный» выросли, да. Поэтому не исключена коррекция, да, то, что этот гэп закроется вверх. Хотя в пользу продолжения роста, в принципе, низкая волатильность сейчас. В принципе, такой рынок, вот если мы посмотрим на ВИКС, индекс волатильности в опционах американских, то он сейчас вблизи минимальных значений. В принципе, такая ситуация располагает к росту спроса на рискованные активы. Поэтому, наверное, скорее мы увидим не коррекцию вниз, а какую-то консолидацию, переход в боковик. Примерно на текущих, да? Да. Дальше будем ждать, что нам покажет действительно макроэкономическая статистика. Вот на прошлой неделе мы видели хорошие данные по безработице. То есть уже там близко к 300 тысячам привычные заявки по безработице. Я не знаю, продолжится ли эта тенденция. Скорее всего, нет. Скорее всего, будет какой-то скачок вверх все-таки. Вот уже на этой неделе ждут 350 тысяч консенсов с прогноза. Плюс выходят данные по ВВП, если в прошлом квартале, за третий квартал... Ну там совсем, да, сейчас мы прервемся немножко. Там совсем печальные ожидания какие-то. Значит, сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев, обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках и, в частности, ситуацию на российском рынке акций. Сегодня в гостях Виктор Марков, старший аналитик управления компанией «Капитал» и Максим Зайцев, старший аналитик инвестиционной группы «Нордкапитал». Напомню, телефон 6510996, код Москвы 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Все, что вам нужно для того, чтобы задать свой вопрос или поделиться собственными наблюдениями. Значит, мы продолжаем разговор о ожиданиях, да, ближайших ожиданиях с точки зрения глобальной экономики. И я вот еще раз процитирую Максима несколько минут назад, он достаточно, на мой взгляд, точно подчеркнул. Сейчас заканчивается сезон отчетности, отчетность была неплохая, порядка 80% позитива, луч ожиданий. И на этом можно сказать, да, что росли и американцы, и все остальные вслед за ними. Как только сезон отчетности закончится, у нас не будет очевидных драйверов, ну, как минимум, позитивных очевидных драйверов, ну, если не говорить о текущей макроэкономической статистике. И именно это может послужить как раз сигналом для коррекции, совершенно верно, то, что заработано непосильным трудом. За первые две недели, три недели года придется, да, захотят ребята забрать с собой, зафиксировать прибыль. Вот она, вот вам, чем не повод для коррекции. Ну, а возвращаясь к статистике, Виктор, на этой неделе, еще раз говорю, заседание Федрезерва, предварительное, вот об этом, да, Максим, предварительное ВВП за второй квартал и какие-то там страшные цифры, там, один с чем-то процент против трех и трех, да, и предыдущий. Вот откуда это взялась история? Действительно все так плохо? Я, мне довольно сложно это прокомментировать, потому что я не могу сказать, что я прямо так досконально изучаю экономику США. Ну, вот ожидания, по крайней мере, такие, возможно, часть, я не знаю, в принципе, четвертый квартал должен быть неплохим, как бы это и рост потребительских расходов, там, и праздники, все такое. Прежде всего, конечно. Обычно люди тратят в это время, но вот именно такие ожидания. Может быть, эта история такая, смотри, ожидания будут такие, а по факту выйдет там лучше, да, и вот еще один повод. Да, безусловно, повод, но если мы посмотрим на какие-то фактические данные, то вот, например, та же еврозона многострадальная, сейчас вот недавно вышли данные по безработице, они обновили там максимум во всей еврозоне, там, около 11% сейчас. Я так на всякий случай, многострадальная еврозона 1,35 евро против доллара, так на всякий случай. Да, да, безусловно. Что-то они не сильно страдают мне-то как-то. Да, как-то забыли все, но, тем не менее, там определенные риски еще сохраняются, то есть евро 1,35, я бы сказал, что это скорее риск, чем это что-то хорошее, потому что это давление на экспортеров, опять угроза спада экономики, то есть мы можем в итоге вернуться. То есть небольшой временной лаг, да, там, условно говоря, 2-3 месяца и вуаля, и опять мы. Да, то есть 1,35 может быть терпимо, но вот если пойдем к 1,40, это, в принципе, не очень комфортный уровень для экономики еврозона, поэтому здесь уже надо будет ждать какие-то меры от ЕЦБ. Мы, кстати, сегодня, давайте чуть позже поговорим, вспомним об этом, сейчас это тема актуальная, валютные войны, да, Банк Японии тут, понимаешь, разыгрывает козырную карту, все остальные начинают на него показывать пальцем, да, к чему это может привести, на самом деле, это не так уж и второстепенно. И, тем не менее, вернемся к статистике, Виктор, Федрезерв заседает сегодня-завтра, ну, понятно, что, скорее всего, ставку оставят на прежнем уровне, но, тем не менее, какие-то комментарии, и, точнее, ну, какие-то комментарии будут, да, и господин Бернанг выступит, что вы ждете? Ничего существенного они не добавят, не скажут, не намекнут? Ну, конечно, все ждут оценки американской экономики в текущем году, то есть в 2013-м, и все ждут, что скажет Бернанке, и также, как он отнесется к продолжению количественного смягчения, то есть к запуску новых программ. И надо отметить, что в последнее время ожидания перспектив мировой экономики существенно улучшились, если в прошлом году были пессимистические ожидания, то сейчас они, нельзя сказать, что они очень позитивны, но все-таки есть какое-то улучшение, и даже про ту же еврозону... Да, как говорят, отсутствие плохих новостей, есть новость хорошая. Поэтому в случае, если Бернанке будет говорить о том, что ожидает позитивного, позитивного развития ситуации в американской экономике, то рынки как-то это учтут, и... Кстати, вот такая фраза, да, ну, в буквальном смысле он ее произнесет, либо как-то более завуалированно, это намек на то, что КУЕ продолжится, да? КУЕ продолжится. И КУЕ, конечно, это как раз драйвер сырьевых рынков, что поддержит котировки нефти, и в том числе российский рынок. А КУЕ, скорее всего, будет продолжаться, потому что другого выхода у штатов нет. Другого выхода ни у кого нет, да? Кстати, Максим, давай к тебе, ты как специалист денежного рынка прежде всего, вот расскажи нам о том, что же такое валютные войны, и насколько вообще мы в новой стадии какой-то находимся, может быть? Новый виток валютных войн, к чему это может привести? Но в какой-то степени то, что делает Федерализерв США, это можно назвать, может быть, валютной войной, то есть на фоне этого вполне возможно евро укрепляется, вот. Я не знаю, стоит ли ждать от ЕЦБ в скором времени каких-то ответных мер, потому что... Ты же сам сказал, укрепление евро это не... Да, это не очень хорошо, но и как бы проблема в том, что как бы ЕЦБ еще боится такого момента, как отток капитала, а в принципе снижение ставки этому не способствует, потому что там ставки на манимаркете и так в евро, они уже ниже, чем в США в долларах, поэтому, не знаю, у ЕЦБ весьма ограничено в этом смысле возможности, поэтому он не очень охотно идет на снижение ставки. Опять же, возвращаясь к валютным войнам, ну, можно вспомнить Азию, Японию, но это вполне ожидаемая мера и... Ожидаемая от Банка Японии. От Банка Японии, и она была вполне необходима, я не думаю, что здесь кто-то будет что-то возражать. Ну, возражать, не возражать, тем не менее, вот уже мы услышали, и госпожа Меркель, да, такой намек, что ребята, это в адрес Японии, вы что-то там... Нет, дело в том, что если валюта укрепляется на протяжении многих лет, и экономика страны находится в рецессии, то я думаю, что Банк Японии очень запоздал с этой меры, то есть, более того, он, как мы знаем, отложил увеличение объемов количественного смягчения на последнем заседании до 2014 года, что, в принципе, не понравилось многим, и как бы... Многим из... Многих японцев. Многих японцев, да, да. Да, в том числе, да. Потому что эта мера давно назревала, и, наверное, Банк Японии, он, в принципе, как и японцы, он слишком консервативен в этом смысле, он мог бы и более агрессивную политику применять. Поэтому каких-то валютных войн особых я вот не вижу какого-то конфликта здесь интересов, потому что японская иена, она явно сейчас выглядит слишком перекупленной. Но если рассмотреть вот на протяжении нескольких лет, что вот с этой валютой наблюдалось. Ну, хорошо, и, может быть, это действительно так, и я с тобой соглашусь. Единственное, может быть, не нравится оппонентам, да, Банка Японии не нравится скорость, может быть, да, вот этого движения нынешнего, так сказать, быстрота, изменение валютного курса. И, тем не менее, 91 мы уже увидели. По ощущениям, куда может сходить доллар иена, там, 95, 100, 120, Виктор? Я думаю, что такого движения можно ожидать, тем более, что российская экономика теряет конкурентоспособность. Проблемы, там, с Китаем из-за спорных островов также ослабляют японскую экономику. И сейчас, вот, действительно, до уровня 95, я считаю, что... Вполне может сходить, да? Тем более, учитывая, что вот это падение, продолжающееся длительное время, оно должно, как бы, это... Уже, дно, мне кажется, уже где-то... Где-то рядом. Где-то уже прошло, и, наверное, стоит ожидать. Какого-то повышения. Я понял. Я понял. Хорошо. Ладно, бог с ней с Японией. Хотя, все-таки, вот, разговор о валютных войнах. Я почему, да, там, очень часто возвращаюсь к этой теме, потому что именно после принятия вот этой, да, программы... Ну, можно сказать, что революционные программы. Ну, для Японии 2% уровень инфляции, это, наверное, революция. Нет, Максим? Ну, безусловно. Вот именно поэтому иены будут ослабевать, потому что пока это у них целевой уровень инфляции 1%, но в то же время фактически уровень инфляции у них нулевой или даже у них дефляция, да. Поэтому им предстоит еще колоссальный объем ликвидности для того, чтобы достичь этого целевого уровня инфляции даже в 1%. Это, безусловно, на этом фоне иена вполне может... Доллар, пара доллара и иена может вырасти и... И выше ста. Выше ста, да. То есть... Ну, вот, собственно, об этом и речь. И именно решение сейчас монетарных властей Японии, можно сказать, что оно, так сказать, второй или там очередной виток валютных войн, это подстегнуло просто. Потому что наверняка же, да, торговые партнеры Японии рано или поздно, так сказать, будут озабочены изменения валютных курсов и политические, либо экономические. Но США пока что схожую политику проводят. То есть это количественное смягчение. То есть на этом фоне и доллар снижается. Поэтому, в принципе, ну... В принципе, это... Другого выхода нет. Да, другого выхода нет. Хорошо. Ладно, бог с ним. Другого выхода нет. Будем считать, что это так. И вернемся на отечественный рынок. И начнем все-таки, Максим, с рынка облигаций. А я прокомментирую, ну, два слова буквально скажу. И так мы наблюдаем сегодня, как минимум, да, вчера-сегодня, даже сказать, ослабление курса рубля по отношению к доллару. Хотя ослабление это не столь уж и существенное. Значит, два дня назад, сегодня на вторник, в пятницу, да, была попытка пробить 30 доллар-рубль, да, 30. Укрепиться рублю больше. Но попытка не увенчалась успехом. Можно сказать, что вот эта поддержка новая на уровне 30, а ранее пробитый уровень 30-20. И вот в диапазоне как раз все эти три дня и ходит эта валютная пара. Укрепление рубля. С чем связано, прежде всего, Максим? Укрепление рубля, но я бы во многом связывал с укреплением евро. Потому что если мы посмотрим динамику рубль-евро, то там уже не такое будет сильное укрепление рубля. То есть это укрепление через кросс-курс евро-доллар. То есть евро-доллар растет на Форекс и, соответственно, рубль, да, через евро. Да, и рубль, соответственно, укрепляется относительно доллара. Ладно, мы сейчас об этом поговорим. Новости на Финам. Ну что ж, продолжаем наш эфир. Сухой остаток. На Финам. МФМ я, Олег Дмитриев, обсуждаем ситуацию на российском рынке акций. В студии Виктор Марков, старший аналитик, управляющий компанией «Капитал» и Максим Зайцев, старший аналитик институционной группы «Норд Капитал». 18.31 в Москве. Я отвлекусь на секунду от нашего разговора. Открываются американские площадки. В моменте мы наблюдаем позитивное открытие. Доу-джон прибавляет 0,02%. СНП-5 прибавляет 0,1%. Сори, 0,01%. Ну, пока это еще ни о чем не говорит. Тем не менее, мы видим зеленый зону, зеленый цвет в котировках американских рынков. И, наверное, какие-то позитивные ожидания это может рождать. Вернемся к разговору о динамике российского рубля. Максим, к тебе вопрос. Значит, чем это, опять я повторю, обусловлено укрепление рубля? Ну, достаточно длительно и уже можно даже говорить, что он растет без остановки практически с октября месяца прошлого года. Вот такой тренд на дневном графике достаточно убедительный. С чем это связано прежде и не прежде? Ну, и, конечно, ситуация на рынке облигаций российских. Тоже хотел, чтобы ты прокомментировал. Я думаю, что, ну, в принципе, рубль, как валюта других развивающих стран, где высокие процентные ставки, в момент, когда повышается аппетит к рискам, соответственно, инвесторы идут в рубль, потому что, ну, хотя бы потому, что здесь выше процентные ставки возможен корритрейд. То есть на этом, на рубле можно дополнительно заработать какие-то деньги за счет более высоких процентных ставок. Я думаю, что это не будет иметь какую-то долгосрочную тенденцию, потому что, опять же, вернемся к ценам на нефть. В первую очередь, фундаментально они определяют курс рубль-доллар. Даже если взять в расчет программу количественного смягчения США, тем не менее, вот недавно Минэнерго США хороший прогноз опубликовала, то, что, я не знаю, стоит ли ему доверять или нет. Ну, давай пока доверимся Минэнерго США. Хотя, конечно, это так. Потому что они будут в ближайшие годы наращивать объемы добычи. В принципе, США — это один из крупнейших импортеров нефти из Европы, поэтому они тоже влияют на курс Brent. И за счет этого к концу 2014 года Brent упадет ниже 100 долларов. То есть за счет того, что американцы будут наращивать собственную добычу, как говорят, да, в известных кругах, импорт будет снижаться, и Brent уже, так сказать, да. Это к концу какого года? В 2014. В принципе, даже если мы технически посмотрим, то нефть уже довольно давно, вблизи 110 болтается, и если мы даже будем исходить из этого сценария, то это не располагает никак к креплению рубля. Это будет давить на рубль, потому что для того, чтобы рубль хотя бы держался на прежнем уровне, нам нужен рост. Пусть и небольшой цен на нефть. Потому что расходы бюджета у нас постоянно растут, как и в любой другой стороне, по-другому не может быть. И, соответственно, для того, чтобы компенсировать, потому что если цены на нефть будут на том же уровне, то, соответственно, доходы, дефицит бюджета будет увеличиваться. Для того, чтобы это как-то компенсировать, придется девальвировать свою валюту. То есть она будет, в принципе, девальвироваться естественным путем, потому что... Ну, девальвировать, да, слово страшное, я прошу тебя быть аккуратнее с ним, да, мало ли как. Ослабевать, скажем так, да. Ну, то есть это как будет? Это будет, так сказать, банк России каким-то образом вмешиваться? Я думаю, что это будет естественным путем рыночным, потому что, в принципе, если цены на нефть будут держаться вот на том же уровне, вот, продолжат, то, в принципе, какой-то привлекательности России для иностранных инвесторов вряд ли будет идти речь. Ну, то есть привлекательность будет ослабевать опять, да, народ будет уходить из российских активов, продавая рубль, меняя его на долг. Я думаю, что традиционный отток капитала вполне сохранится и в течение этого. Сохранится, к сожалению. Кстати, наш уважаемый президент, если... Сейчас, как это, в профессиональной среде, да, очень бурно обсуждается недавно сказанное его право, произнесено, мне показалось ненароком он как-то это обронил, нецеленаправленно. Но, тем не менее, фраза эта прозвучала, что, ребята, что же, фондовый рынок-то наш как-то, да? Не того, надо же как-то его того. Как вы, Виктор, как вы к этому отнесёшься? Насколько вообще... Ну, если бы это можно было сделать, то, наверное... Ну, я думаю, если его скажут, то сделают же, нет? Или даже если он скажет, не сделают ничего. Ну, конечно, я думаю, что на рынке всё устанавливается инвесторами. Ну, понятно. Не административными ресурсами. Да, потому что иначе будет не рынок. И словами можно как-то его немножко взбодрить, заложить какой-то... Я вспомнил, как однажды он же, Владимир Владимирович, взбодрил в кавычках наш рынок. Помните, в восьмом году он там пообещал доктора кому-то отправить? Нет, тут, в принципе, обсуждается такая тема, что пенсионные деньги могли вкладываться в акции. Это, в принципе, в поддержку нашему рынку, безусловно, это позитивно. То есть, во-первых, да, об этом был разговор, надо изменить правила игры. Длинные деньги должны отечественные, наши, родимые, появиться на рынке, а они придут только, ну, и как минимум, да, из пенсионного фонда. Это раз. А правила игры для управляющих компаний, которым не дают возможность, да, по определению, да, эти деньги сделать длинными, потому что им надо ежегодно отчитываться, а, соответственно, они не вкладываются в долгу, и у них нет смысла. Да, безусловно, я думаю, что это окажет всё-таки. Эти деньги пенсионные, они, скорее всего, пойдут в облигации, в долговой рынок. На фондовый рынок там этих денег, как бы, будет не так много, и поэтому они... Ну, если вот изменится правило игры... Облигация в Тане уже есть, да. Конечно. А вот если изменится правило игры в сторону того, о чём мы говорили, то они могут пойти... Ну, как, ну, смешно, да, у нас есть «Газпром», у нас есть «Берба», а пенсионные деньги мы храним где-то неизвестно где. Вот хорошие налоги провели «Газпром», «Сбербанк». Вот, я не знаю, вот, кстати, какие-то смешанные чувства возникают, когда слышишь. Вот «Сбербанк» у нас вроде бы хорошая такая стабильная компания. Ну, сегодня сделали он, какой шип-то они, мам родные. Если смотреть, там, и качество кредитного портфеля, и темпы роста финансовых показателей, но это, по прайсу Бок, это один из самых дорогих банков в мире, в принципе. «Газпром» — это одна из самых дешёвых компаний, там «Пинэй» меньше трёх уже, но зато по «Газпрому» ожидаются в ближайшие годы снижение прибыли. Ну, понятно. То есть у нас вот какие-то крайние, в принципе, сложно довольно найти интересные идеи на нашем рынке сейчас, потому что какие-то компании уже явно выглядят перекупленными, а у других ничего хорошего в плане будущих перспективов. А другие как-то странно себя ведут. Операционных показателей. Ну, в такие компании тоже не очень хочется вкладываться, поэтому я не знаю. Вот насчёт того, может быть, и разрешат, конечно, пенсионным деньгам вкладываться в акции, но насколько вот сами управляющие компании захотят вот именно инвестировать в акции, непонятно. Это вопрос ещё, да? Потому что, ну, они попробуют. Кстати, я тебе хочу сказать, здесь сидело много очень управляющих, да, и, так сказать, руководителей структур. Вот они переживали именно по этому поводу, они бы с удовольствием, да, свои стратегии поменяли и посмотрели больше на рынок акций. Ну, условия игры не позволяют им это сделать, ну, одна из проблем вот эта. То есть, им каждый год надо отчитываться, причём они должны положительную доходность показывать. Ну, сложно, да, глупо говорить, что я вложусь в рынок акций, и каждый год у меня будет положительная доходность. Ну, мы с вами взрослые люди. Они вынуждены идти, естественно, куда? На долговой рынок, потому что там эту историю проще сделать, да, проще эти цифры получить. Вот такая проблема, но это проблема, это проблема, и не только инфраструктурная, все проблемы в голове, как говорил один известный профессор. Максим, к тебе опять вопрос, извини, пожалуйста, но вот, Максим, специалист у нас по долговым рынкам, прокомментируй ситуацию на отечественном рынке ОФЗ прежде всего, и насколько долго этот позитив, это благоденствие продолжится, на твой взгляд. Кстати, во многом, может быть, укрепление рубля связано и с этим, да, с притоком капитала именно на долговой рынок. Но вот у нас есть, да, такая тема, что в ближайшее время разрешат иностранные, по-моему, уже разрешили иностранные... Разрешили, просто не заработал там опять какие-то технические, где-то еще кто-то не докрутил какую-то гайку. Покупать ОФЗ, и как бы многие ждут, что на этом фоне будут снижаться ставки по ОФЗ, то есть снижаться доходность, соответственно, цены их будут расти. Я не знаю, насколько этот фактор будет действительно влиять на рынок, потому что если, ну, на практике, если кому-то из нерезидентов нужны были ОФЗ, они их покупали через другие механизмы, но, тем не менее, они это делали. То есть они их купили уже, те, кому нужны, они уже давно... Поэтому сказать, что вот нерезиденты сидели там годами и думали... Да, когда же Евроклиф заработает. Это, мне кажется, смешно, это не рыночный фактор. В принципе, я не думаю, что это будет влиять как-то на рынок существенно, и связывать с этим рубль, хотя некоторые укрепления рубля я бы не стал. Думаю, что здесь просто совокупность факторов, и прежде всего то, что, в принципе, растет аппетит кризис, ситуация улучшается как-то, в принципе, на финансовых рынках. Но в январе такое часто происходит, что рубль укрепляется. То есть это такое чисто... Кстати, вот мы говорили все-таки о том, что рубль укрепляется, и вот текущий котировок, ну, там, по крайней мере, 30 рублей за доллар уже мы потрогали. И если продолжит эта тенденция, и вот с учетом того, о чем ты рассказал, если это и случится, то, видимо, не так надолго, какую бы максимально, да, какую бы цифру ты увидел? До каких пор может укрепляться рубль? Ну, в пределах, там, полугода-года, на твой взгляд? Максимально. Ну да, ну, после чего, тот же самый, да, история, вмешается ЦБ, например, или там рыночные какие-то факторы вмешаются, нефть пойдет ниже, и рубль... Я думаю, вмешается для ЦБ во многом зависит не от курса доллар-рубль, а от бивалютной корзины, которая, в принципе, она может... Она привязана еще и к евро, поэтому, если евро продолжит укрепление, то, соответственно, мы увидим дальнейшее укрепление рубля к доллару. То есть, если мы не увидим такого позитивного... Дальнейшей такой позитивной динамики, я говорил о том, что, в принципе, 1,40 это уже будет довольно такой... Перебор. Да. То, соответственно, и дальнейшего укрепления рубля к доллару не будет, поэтому, я не знаю, ну, наверное... Ну, сколько, 1,20? 2,8,5... 2,8,5 реально, да? 2,8,5 реально, да? Да, ну, не больше того. Не больше. Ну, в принципе, я думаю, что и вряд ли мы уже сейчас ниже 30 долларов уйдет. Думаю, что это, в принципе, сильный уровень сопротивления. Видите, вот твой взгляд на доллар-рубль, ну, и, в принципе, на ситуацию с российским рублем. Если говорить о том, что какой-то средний, там, да, краткосрочный тенденция продолжится укрепить, какую цифру ты бы... Я думаю, что укрепление рубля продолжится, тем более, что мы уже ниже 30 сходили в моменте. И ближайшие полгода, я думаю, если ситуация на мировых рынках будет улучшаться, то есть... Я думаю, что где-то до 29, вот, примерно, рубль может укрепиться. 29? Да, вполне, ну, ближайшие, там, полгода. Ну, в любом случае, 29, 28,5, это не такая большая разница, и, по сути, я так понимаю, что вы примерно в одну и ту же сторону смотрите. Да, ну, опять же, будет зависеть от цен на нефть, если цены будут сохраняться на том же уровне, как мы сейчас находимся, то вполне возможно укрепление рубля. Кстати, вот, говоря о ценах на нефть, 113 чуть выше, да, и если говорить, там, о факторах, которые оказывают давление на нефть, в данном случае повышательные, вот, среди прочих равных, какие бы, прежде всего, Максим, ты назвал бы факторы, что может повлиять на то, что нефть будет укрепляться, расти в цене? Я, в принципе, ну, это довольно очень оптимистичный сценарий, то, что нефть значительно вырастет, я не знаю, мне кажется, 115 сейчас. Это потолок. Ну, вот, единственный фактор, я говорю, это в том числе укрепление евро, то есть, ну, я не вижу сейчас то, что макроэкономика в целом располагает к тому, что рынок будет действительно серьезно расти. Я понял. Серье, по крайней мере. Хорошо, спасибо, значит, сейчас еще раз новости на Финам.ФМ потом. Ну, что ж, друзья, последняя часть нашей программы, время отвечать на вопросы, я еще два слова буквально скажу, значит, в нейтральной территории практически держатся американские индикаторы, в районе ватерлинии ходят туда-сюда, и пока, видимо, нет у них особой уверенности в отношении того, что надо делать далее. Ну, да ладно, поживем, увидим. Значит, есть звонок, давайте с него мы начнем наш ответ на вопросы. Владимир на связи. Владимир, добрый вечер, вы в студии говорите, вы в эфире. Владимир, добрый вечер. Скажите, у вас два вопросика по поводу сужения спреда между WTI и брендом, и что-то можете прокомментировать, то есть, что WTI вверх прилично растет, а, как говорится, бренд не очень. Ну, и спред сжимается, на что это влияет, что это может о чем-то говорить или не говорить. И второй вопрос такой, кратенечко, вот банки европейские там зарабатывали денег, вернули 140, вроде, миллиардов ЕЦБ, обратно, занятых денег, там, в 2011 году, когда кризис, вот они, у них эти деньги, заработанные в евро, на курс евро, это как-то влияет? Это они покупают его с рынкой или они просто на нем сидят и, как бы, когда нужно отдать, они просто его отдают, переводят и все. Вот два вопроса. Спасибо, Владимир, спасибо. Владимир, как всегда, интересные вопросы нам задает. Давай со второй части начнем. Максим заулыбался. По поводу возврата, я думаю, что нет. Они, потому что брали у ЕЦБ в евро и, соответственно, возвращают в евро, и тут, скорее всего, вряд ли на курс евро это как-то влияет. Единственный момент, то, что, наверное, если общая задолженность у банков, положение улучшается у банков и, в принципе, сами балансы сейчас европейских банков в том числе улучшаются, но и отчетность была неплохая, то это, в принципе, влияет хорошо на европейскую валюту. Просто позитивно, да. Кстати, если говорить вот о последнем этом случае с возвратом, да, потому что европейские банки были, условно говоря, там, по-моему, должны были вернуть в этот момент там порядка 100 миллиардов, а вернули 160. То есть у них есть такая возможность, и сам факт этот воспринимается как позитивный, да. Это действительно улучшение баланса банков коммерческих, это более позитивный взгляд в будущее, если хотите. Это разговор о том, что банковский кризис еще дальше. Вот об этом речь, и это исключительно, прежде всего, психология, наверное, да. Да, и первая часть вопроса, видите, тебе тогда, спред между брендом WTI, это разговоры, да, достаточно интересные всегда, если мы вспоминаем до кризиса. Да, спред был один доллар. Совершенно, один доллар, более того, до кризиса WTI дороже стоило, чем бренд, потом все изменилось. А потом последние годы все изменилось, спред увеличился, и в какой-то момент доходил там разница 15-20%, что было как бы ненормальным явлением. И я считаю, что спред должен сходиться, и со временем он, это была такая как бы искусственная ситуация, которая способствовала увеличению конкурентоспособности американской экономики за счет снижения издержек, то есть дешевой нефти. И, видимо, этот ресурс уже сходит на нет, и сказать, когда сорта сойдутся в цене, достаточно сложно. То, что это движение началось, я считаю, это положительный момент. Ну, мы никогда не говорим, когда это произойдет, мы говорим, во-первых, к этому есть тенденции, да, логика к этому распространяется. Есть история, то есть всегда же, как мы уже сказали, нефть была по одной и той же цене. Я бы добавил, да. Ну, во-первых, чем обусловлено то, что он снова стал сходиться, это, во-первых, премия такая высокая, там, более 20 долларов даже доходила, была обусловлена прежде всего с тем, что напряженная ситуация была на Ближнем Востоке, соответственно, это толкало котировки бренда вверх. А насчет схождения не уверен, что это произойдет в ближайшие годы, потому что США сейчас активно наращивают добычу нефти, то есть они, запасы растут, соответственно, они стараются как можно все менее зависеть от Европы в плане энергопотребления. И плюс они запрещают экспортировать своим компаниям нефть туда, поэтому никакой арбитраж на этом невозможен. Невозможен? Я знаю огромное количество людей, которые как раз... Нельзя делать арбитр... Орбитр... Да, арбитр... Вот на ожидании сужения спреда... На ожидании сужения спреда можно, но угнать WTA вот туда вот действительно фактически не получится, потому что просто у них запрет на экспорт нефти, поэтому этот спред может сходиться, расходиться сколько угодно. То же самое происходит с газом, они как бы добывают много газа, сланцево, он дешевый, казалось бы, можно экспортировать, но мы никакой экспорт не видим, и говорят, что вот произойдет в 2014 году, да, но как выясняется, процесс сжижения, перевозка, опять обратный процесс, придет к тому, что те же европейские цены на американский газ будут таким же, какие сейчас есть вот, и никакого эффекта не будет. То есть Америка сейчас делает все, чтобы энергоресурсы были дешевые, и поэтому наблюдаем вот такие низкие цены на нефть. Ну, кстати, Америка действительно многое делает сейчас для того, чтобы энергоресурсы были дешевыми, и именно это не позволяет, да, ожидать, что в ближайшее время та же самая нефть куда-нибудь скакнет в 150 или в 200, как многие горячие головы предрекали. Ежели, да, Максим, не произойдет что-то из ряда вон выходящего, ну... Ну, кстати, это очень позитивный момент, если нефть не скакнет, потому что мы помним, что было в 2008 году, Она скакнула и потом точно так же упала. А когда нефть... Задрали ее, да, достаточно высоко. Потому что вот это обратное движение, оно разрушительное. Конечно, конечно. Как говорят, в таких случаях сложно поймать падающий лезвием вниз нож. Ладно, значит, времени немного. Виктор, тебе прежде всего оперирую. Значит, сейчас идеи, основные какие-то интересные идеи на российском рынке акций, если они, конечно, есть. Я прекрасно понимаю, что их не так много. Ну, я бы выделил сейчас потребительский сектор, который активно и хорошо развивается за счет увеличения потребительского спроса. Это ритейлеры. Несмотря на то, что магнит как бы уже достаточно оценен, но он по-прежнему перспективный. И он, кстати, всегда был очень высоко оценен. Я бы выделил магнит, выделил дикси. Если говорить о других секторах, то также я бы выделил телекоммуникационный сектор, такие компании, как МТС, Мегафон. У компании хорошие перспективы и также предполагается хорошая дивидендная доходность, но МТС уже известная доходность и также предполагается у Мегафона. Также я бы выделил Сбербанк. Конечно, Сбербанк сейчас уже подходит к своему максимуму. Уже как бы страшно его покупать, но тем не менее... Сегодня, кстати, у меня днем были занятия радостными. Я купил то ли по 106, то ли по 108 я купил Сбербанк. Вот это традиционная ошибка такая, начинающих или не начинающих брать на хаях. Вот, собственно, купил по 108, и он начинает корректироваться. Это неприятно всегда. Продолжай. Банковский сектор. И, собственно, ну еще можно купить транспортную компанию Аэрофлот. В прошлом году показал хорошие результаты, увеличился пассажиропоток. И вот, собственно, я бы рекомендовал вот такие. Ну, вот эти идеи, о которых ты сейчас озвучил, это идеи все-таки такие среднедолгосрочные, наверное, да? Да, конечно, это идея с периодом... Инвестиционная идея, что называется. Да, где-то, ну, полгода. Ну, извините уж, никуда от этого не деться. Что с «Газпромом-то» делать будем, Максим? Как ты думаешь? Я не очень люблю компании, по которым ожидается ухудшение их операционных показателей. В принципе, «Газпром» приходится продавать по очень высокой цене газа, из-за того, что высокие сдержки, непонятные расходы на капитальные затраты, плюс... Поэтому... Ну, никакого доверия, я думаю. Как я-то сегодня вычитал, по-моему, даже на родном ресурсе, там такой заголовочек, инвестиционные идеи по «Газпрому», спекулятивные идеи по «Газпрому». Как-то, кроме как шарта, да, никаких идей больше в голову не приходит, Вить, как ты считаешь? Ну, я бы, конечно, так не стал говорить. Ну, во-первых, несколько лет назад, там лет 5-6 назад «Газпром» считалась хорошей компанией. Ну, кто же спорит-то? Более я тебе хочу сказать. Я много раз в день слышал, что «Газпром» — это наше всё, на всякий случай. И никто не говорил, зачем устроить газопроводы. Вот, вот, вот. А сейчас все заговорили, зачем устроить газопроводы. Ну, во-первых, это, наверное, не все говорят всё-таки, а люди знающие. А люди знающие говорят, что, ну, вот, многие вещи, которые сейчас предлагают в конституционных программах, ну, они просто нерентабельны. Конечно, результата нет у них. Это просто какая-то, я уж не знаю, популизм какой-то. Ну, я бы сказал так, что падать «Газпрому», конечно, он уже находится на дне. Другое дело будет ли... Ну, ладно, 145. Но-то у него 80, по-моему, с небольшим, там, в восьмом году было. Я всё-таки считаю, что «Газпром» может вот с этих уровней подрасти. Но, конечно, перспективы газа очень такие, я бы сказал, туманные. Туманные, да. Ну, газ это, собственно, он и есть газ. Перспективы его туманные. Учитывая то, что Евросоюз принял третий энергопакет, который ограничивает бизнес «Газпрома», вплоть до изъятия трубопроводов, вот где сейчас уже идёт процесс Прибалтики, чем это закончится, неизвестно. Ну, или, скорее всего, известно. Да, это всё, конечно, настораживает и делает перспективы «Газпрома» такие очень, ну, неопределённые. И, тем не менее, ты, как патриот, говоришь «Газпрома» на всё, поэтому берём, прям по текущим берём его, да? Ну, с горизонтом куда-нибудь лет сто. Ну, я бы исходил из того, что «Газпром» всё-таки собирается выплачивать дивиденды. Дивидендная доходность у него около 5%. Мне понравилась фраза «собирается выплачивать». Верить-то можно этому, что он собирается? Я думаю, что 5%, 25% от чистой прибыли он будет выплачивать. Почему нет? Но, конечно, перпективы «Газпрома», ну, длительные, надо очень осторожно смотреть. Да, хорошо, ладно, значит, тогда, друзья мои, будем закругляться. Времени заканчивается, время нашего эфира. Я представлю ещё раз моих гостей Виктор Марков, старший аналитик продажей компании «Капитал» и Максим Зайцев, старший аналитик инвестиционной группы «Нордкапитал». Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Я напомню вам, что что бы ни происходило вокруг, главное, чтобы что-то происходило, потому что всегда у нас есть возможность использовать это на благо. Огромное вам спасибо ещё раз, успехов на рынке и всего хорошего, до завтра.